здравствуйте друзья с вами компания лям и кузнецов дмитрий компания лям создана для того чтобы помогать людям попавшим в трудную финансовую ситуацию мы создаем условия когда вашим кредиторам выгодно отказаться от претензий отдаем свою работу по жизненную гарантию с условиями нашей работы вы можете познакомиться на нашем сайте ссылочка на сайт есть в описании любого ролика этого в том числе ну а этот ролик друзья мои дорогие по просьбам вы наверняка многие читали в комментариях что-то нечто такого ну ладно там русский стандарт ну ладно микрозаймы а вот как вы с крутыми банками такими как втб со сбербанком можете ли вот вы так вот одно дело с коллекторами спорить у которых нет никаких прав а вот сбербанк да пожалуйста друзья и не обязательно хамить потому что сбербанк один из немногих банков которые выдерживают корректный способ общения какая бы ситуация ни была их там дрессируют именно таким образом это как говорится островок безопасности но это не мешает нам ставить их на место потому что под этим вот фальшивым вежливым лицом скрывается самый страшный дракон который пожирал большую часть наших вкладов ну давайте послушаем почему бы и нет здравствуйте звонок поступил из сбербанка россии специалистом увлекая фартура шитовича по данному номеру телефона могу слышать клана михайловича конечно это вы на конечно а я звоню из управления раннего сбора просроченной задолженности насчет ваших кредитных продуктов это по кредитной карте вашей на пятьсот шестьдесят тысяч рублей по ней сорок семь тысяч девятьсот рублей имеется у вас задолженность просроченная скажите а по какой причине платок созвучилась нет средств для таких вещей финансовые трудности вас можно так назвать не знаю как вам проще нет средств ну так по житейскому финансовые трудности наверно более официально но я простой человек нет средств я понял иван находится просто пятьдесят восьмой день находится за должности крайний срок для оплаты сейчас это два дня то есть до девятого декабря включительно ну подождите сейчас сейчас подождите я уже одному вашему сотруднику мы такой эксперимент проводили не знаю может там девушка была она бестолковая это наверное человек с пониманием я сейчас посмотрю да вот так вы мне как сказали два дня да это я по кредитной карте два дня да потому что вас через два дня будет следующий платеж то есть вы думаете что вот когда вам говорят что нет средства эту загадочную магическую фразу произнесли где ключевым аргументом было два дня и у меня должно что-то от этого сама шалтай болтай получиться я сейчас посмотрю подождите я требование банка озвучиваю вам ну а зачем вы его озвучиваете вам четко сказали ну нету денег у человека хотя бы не знаю какой-нибудь вопрос что планируете когда деньги появятся в два дня а зачем мне два дня я же не сказал что у меня вот еще два дня денег не будет я же так вам не говорил я сказал что у меня нет средств на вот эти вот вещи я понял вас на как планируете выходить из ситуации иван михайлович а какая ситуация вас интересует какой надо выходить из ситуации задолженности просроченной который вы находитесь на задолженности то есть если так выражаясь переходя на официальный тон решать эту проблему да вы так хотели сказать можно так сказать иван михайлович просто у вас очень длительный срок у вас еще кредит потребительские на 80 тысяч рублей тоже задолженность 5 тысяч рублей проблем просто видите чтобы решать проблему нужно проблему разглядеть в моем случае я проблемы это не считаю я вас слышал иван михайлович скажите пожалуйста то есть в течение двух дней то есть я озвучиваю вам требования банка в течение двух дней необходимо оплату произвести то есть вы оплату внесете или нет я хоть и человек простой но я постоянно инженером работаю а сейчас старшим менеджером я привык требования видеть на бумаге я вас услышал то есть по телефону вы не хотите заговариваться да а я не знаю с кем я разговариваю понял вас хорошо также по потребительскому кредиту 37 день находится за задолженности по ней банк может предоставить досрочку до 13 декабря включительно а вдруг это неправда неправда что именно то что вы говорите начиная с того что вы из банка звоните все разговоры записываются иван михайлович если с чем-то не согласно вы можете написать обращение претензии нет я это я не с чем не соглашаться я просто не собираюсь верить на слово и как я уже заявил наверное нормально вменяемое требование все предложения на бумаге чтобы я потом мог прийти и сказать вот у меня было предложение от банка подписанная сотрудником банка полномочным лицом печать стоит я вот это предложение принял либо отказался от него если я отказался вы можете в суде манипулировать вот этими вот попытками досудебного урегулирования если я принял это предложение меня вдруг обманули как это очень часто бывает со стороны банков я тоже могу в суде защищать свои права поэтому на слово никому не верю тем более сотрудникам банка потому что очень много мошенников сейчас звонит представляет сотрудникам банка кстати вот этот номер 495 ни на одном сайте нигде в договоре не прописано что со мной будут производить вот эти вот переговорные действия сотрудники банка именно с этих цифр почему так вы звоните потому что потому что банк звонит со всех федеральных номеров у вас планерки существует как это нет что какая-то это сам шарашкина контора сбербанк номер 900 да федеральный закон 230 также закон о банках и банковской деятельности категорически запрещает использовать средства айпи телефонии это федеральные номера и что теперь знаете это все успехом я могу как это но в законе это не написано точнее четко сказано что операторы которым предоставлено право обрабатывать персональные данные а вы сбербанк являетесь таким субъектом юридического права не имеете права осуществлять взаимодействие с клиентами посредством айпи телефонии а сейчас вы говорите а у нас других нет это это не аргумент это детская отмазка закон нарушаете а вы говорите я должен вам на слово верить присылайте мне если вы у вас есть какие-то претензии вы можете написать претензии а зачем чего мне мешает я просто не принимаю ваши предложения озвученные голосом понял вас до снизу иван михаил все же я требования банка озвучу то есть это 47 900 рублей по кредитной карте в течение двух дней и по потребительскому кредиту 5700 рублей до 13 декабря включительно то есть вы по телефону решать вопросы не будете да дело в том что если даже не кто-то спросит завтра допустим в отделении банка звонили вам сотрудники я скажу нет не звонили я понял должен вас проинформировать о том что сейчас у вас начисляются неустойки соответственно сумма задолженности будет расти и информация в бюро кредитных историй также будет поступать она уже там давным-давно поступила я понял понял должен вас также проинформировать о том что если оплата не поступает длительный срок то банк может выставить требования до срочном возврате всей суммы денежных средств одним платежом что касается последствий назовите пожалуйста ваши дополнительные номера телефонов для связи с вами но вы же знаете что не буду этого делать я понял вас хорошо иван михаилович к сожалению мы с вами договоренности не достигли о последствиях вы проинформированы всего доброго до свидания до свидания ну что друзья какие выводы мы можем скажем так быстренько сделать из того что мы с вами сейчас услышали ну во первых если как говорится обратиться к моему опыту к опыту компания лям то мы очень часто практически по несколько раз в день слышим от наших новых клиентов которые заходят под юридическую защиту что вот я платил платил по каким-то там акциям не сообщали там про акции и оплатила в итоге когда пришел в банк никто никакие акции не знает не слышал и мы сразу задаем вопрос откуда вы узнали по про акцию по телефону сказали смс пришла все что угодно они же сказали что не из банка звонят вот их любимое слово коммуникации так вот вы не обязаны вступать в никакие коммуникации если вы не хотите этого делать кто-то горит вот они могут эксплуатировать потом в суде то что вы яму уходил от общения скрывался и так далее друзья мои включайте мозги где-нибудь в законе покажите мне хотя бы строчку которая обязывает вас иметь сотовый телефон данный конкретный момент времени даже если вы указали какие-то цифры при заключении договора вы можете через секунду идти эту трубку выбросить да и не по вас за это не может осуждать уж тем более по закону наказал что еще сбербанк мфо коллекторы все что угодно как бы круто не звучало это всего лишь навсего договорные отношения вы вступили в гражданско-правовые отношения между сторонами и все нарушили договор звучит страшнее когда ты взял ты мне должен ты должник на это и напирают а на самом деле ни один взыскатель не скажет здравствуйте мы с вами заключили договор и вы нарушили пункт договора какой то такой то потому что это как-то слабенько звучит естественно они напирают на больные как говорится места на а те точки которые свойственны нашему российскому менталитету чувство раба чувство должника чувство жертвы вот на что они давят вежливо грубо как угодно но вот как есть так и есть друзья чтобы спокойно себя чувствовать я всегда предлагаю вам подписаться на наш канал если вы этого еще не сделали почитайте комментарии и вы убедитесь в моей правоте очень многие кто вот с эмоциями не может справиться пишут и говорят слова благодарности вот так и прям это все и звучит он до того как попал на ваш канал был другим человеком всего боялся ничего не понимал этот канал создан таким образом чтобы вы постепенно без нагрузки знаете вот как есть сейчас современные способы изучения иностранных языков с удовольствием поняли что все не так как вам преподносят на самом деле все по-другому все намного веселее интереснее и проще но это не значит можно конечно несколько слов выучить того самого иностранного языка но вы никогда в жизни не скажете что вы владеете полностью языком я почему это говорю потому что все таки правильнее углубиться в ситуацию и здесь нужно полностью документальном формате вашу позицию зафиксировать ну и здесь конечно можно самому вот в эту глубь углубиться в такой каламбур можно обратиться к специалистам компании алиан как мы работаем вы можете узнать пройдя по ссылочке в описании ролика на наш сайт на сайте есть видео презентация все подробнейшим образом на расписано сколько стоит как мы работаем сколько времени это занимает и не просто какие-то пустые слова типа мы создадим условия когда вашему кредитору будет выгодно отказаться от претензий а там четко конкретно рассказывается как мы по пунктам это сделаем и почему мы даем вам пожизненную гарантию и почему это выгодно в сотни раз даже там какую-то кратность нельзя приводить просто это действительно выгоднее финансовом плане и в моральном нежели платить в банк бесконечные деньги страдать думать о том что вы кому-то что-то должны прежде я вам предлагаю все-таки послушать пару десяточков роликов и успокоиться это совершенно бесплатно после чего вы конечно же можете уже взвесить все за и против и сделать тот самый решительный и самый правильный может быть за последнее время в вашей жизни шаг подписывайтесь на канал если вы этого еще не сделали ставьте лайки пишите комментарии поделитесь в соцсетях этим роликом вступайте в группу вконтакте ссылка на группу есть в описании ролика с вами был кузнецов дмитрий центр юридической защиты компания лям всего вам доброго друзья до свидания